Ты моя хорошая. Я тебя прошу обратить внимание к первому прямому заданию. Задачи контрольные и встречи с любимыми учителями. Сегодня для маленьких учеников школьные будни в радость. В Косихинской школе, где они обучались целый месяц, хоть и кормили вкусно, но дома лучше признаются дети. Да и путь за знаниями теперь измеряется не десятками километров. Долго. Мы там всего лишь приезжали. Домой уже 6 часов, в уроки сделали, уже спать. Ничего не погулять, ничего. Я здесь сейчас отучился, пошел домой, погулял, как я делал. Она изменилась, все так красиво стало, по-другому все, даже как-то непривычно. В гостях хорошо, а дома лучше. Небо и земля, признаются и педагоги. Это не о том, что было в августе и как выглядит здание сейчас. Пожар тогда уничтожил кабинеты и коридоры. Казалось, восстановлению школа не подлежит, но вопреки всему, бывшие ученики и неравнодушные жители села отмывали гарь и копоть, а власти региона взяли тогда проблему под личный контроль. На возрождение направили около 10 миллионов рублей из бюджета края. Как результат, в рекордные сроки школа изменилась до неузнаваемости. Новые окна, потолок, линолеум, свежевыкрашенные стены. За месяц Верхжилинскую школу отстроили буквально с нуля. И все для того, чтобы 40 ребятишек вернулись в небольшую, но такую уютную и родную школу. На днях школу приняла комиссия. Общее состояние, пожарная сигнализация – все в норме. Но работы еще достаточно, рассказывают строители. В спортзале необходимо запустить систему отопления, в столовой закончить ремонт и обновить фасад школы. Фасад, значит, то, что ремонт трещин и то, что отвалилось, штукатурка будет в этом году проведен. На следующий год запланирован ремонт фасада, обшивкой, то есть утеплителем и металлосайдингом. Кстати, от пожара, официальная причина которого поджег, пострадало не только здание. Огонь уничтожил оборудование и учебную литературу. В начале сентября депутат Госдумы Александр Прокопьев приезжал в школу и помог с оргтехникой. А в честь долгожданного возвращения при содействии фонда Александра Прокопьева детям устроили незабываемый праздник – научно-познавательное шоу. Итак, встречаем белые пушистые летние облака. Виртуозные фокусы, безобидные трюки с огнем и волшебное мороженое от профессора Олежки казалось полностью стерли из памяти детей и педагогов месяц, которые они провели в разлуке. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.